Давайте вспомним, что мы с вами уже знаем про двоичную систему числений. Если написать числа... Давайте на это доску напишу. Если написать числа 1, 2, 3, 4, 5, привычные нам числа, то, как известно, их можно представить в виде суммы степеней двойки. Здесь будет написано 1, здесь 2, здесь 2 плюс 1, 4, 4 плюс 1, 4 плюс 2, 4 плюс 2 плюс 1, 8. Вспомним, как эти числа записываются в двоичной системе числений. Это просто единица. Это записывается как 1, 0. Так, ребята, чтобы как-то отличить двоичную, аристичную, давайте поговорим с числа, которые в двоичной системе, я буду замечать сверху палочкой. Это, разумеется, не общепринятое значение, но сегодня мне нужно хоть как-то спасаться, поэтому давайте так и сделаем. Значит, это будет 1, 0, 1, 1, 1, 0, дальше 1, 1, 1, 1, и, наконец, единица с тремя двоичными. Вот так записываются в двоичной системе числений первые 8 натуральных числений. Принципиально важно, что никаких цифр, кроме единицы и нуля, нет, и дальше мы должны изучать сложение и умножение. Такие таблички мы тоже будем делать. С вами 0, 0, 1. Так, а здесь нужно результаты. 0 плюс 0, 0, 0 плюс 1, 1, 1 плюс 0, 1, 1 плюс 1, это 1, 0. Так, здесь нужно везде поставить палочек, потому что это двоичная система. Хорошо, умножать еще легче. Умножать еще легче. Давайте обратим, 0 умножить на 0, 0 умножить на 1, тоже 0, 0 умножить на 1, это 0, и 1 умножить на 1, это 0. Вот. Сегодня мы должны продвинуться в изучении двоичной системы на несколько шагов вперед. А именно, я хочу, чтобы мы научились складывать числа в двоичной системе числений. Я хочу, чтобы мы умножали, ну а потом будем переводить из одной системы числений. Можно это из-за вычитать. Давайте напишем несколько примеров. Например, число 68, 58, если к нему прибавить, ну скажем, 23. Какой получит ответ? Какой-какой? 91. 91. Отлично. Пожалуйста, напишите в двоичной системе числения каждое из этих чисел и покажите, как это сложение выполняется в двоичной системе. Так, давайте я еще на другую примерку пишу. Скажем такой, 2011, это год, в котором мы с вами живем. Так, что еще бывает? Ну, например, 237. Число ничего не означает. Да и кстати, те числа тоже. Никто не ищет никаких намеков, потому что их там просто нет. 2248. Маленькое замечание. Вот это вот осталось из предыдущего кружка. Очень симпатичная штука. Треугольник с углами 30, 60, 90 показано, как разрезан на 3 конкурентные части. Видите, да? Треугольник с углами 30, 60, 90 разрезан на 3 конкурента. Замечательное построение. Проверили бисектричную, то есть разрезали углы 60 градусов пола. Там, где точка пересечения, провели как антикуляр. И вот у нас возникла замечательная вещь. Здесь 30 градусов, здесь 90, здесь 60. Здесь 30, 90, 60. Здесь треугольник с углами. Значит, все три треугольника абсолютно одинаковые. Ребята, я специально их не стирал, потому что очень советую взять просто бумагу, ну, придете домой, запишите ее, просто дай себе, вот картинку придете домой, взять нужные для церкви, сделай точное настроение. Надеюсь, все умеют рисовать как-то самую любовь, да? Это ставишь ножку циркуля, проводишь, потом ставишь ножку циркуля, проводишь, поставил ножку циркуля сюда, провел окружность, да? Потом ножку циркуля сюда провел окружность. Вот здесь был центр, здесь пересечение. Вот это возник равносторонний треугольник. Его можно просто взять и вырезать из бумаги. Потом вырезать еще один такой же. Потом взять и по высоте разрезать. Вот вам получится треугольник с углами 30, 60, 90. Значит, взяв три таких треугольника, вы можете из них таким вот образом сложить то, что нужно. Кстати, еще одна задача, которую на предыдущем кружке вы решали, которая осталась на доске, я это так просто не спущу. все-таки умею ее решить. У нас же это говорили, что этот кружок будет немножко посильнее, чем в будущем. В этом ничего обидного ни для кого нет, просто здесь на руках основной постарше. Представьте себе, что имеется такая конструкция. равносторонний треугольник. Видите, здесь 60, 60, 60. Разрезать такую фигуру на четыре части такой же формы, но меньшего размера. Давайте я даже объясню, что это за часть. Значит, часть такая состоит из равностороннего треугольника и половинки равностороннего треугольника. Надо вот такую вот фигуру разрезать на четыре такие. Читая, это делали? Да, ребята, я такой же макрость создавал на предыдущем кружке, но и вам тогда. Дело в том, что прошлую субботу была замечательная лекция про Тасова Владимира Ильича такой замечательный профессор, математик, он написал для кванта пару лет назад статью про диаметрию звездного неба. Так вот, соответствующую лекцию он читал вечером в прошлую субботу, она была записана, там, выложена в интернете, я все вам потом скажу, где что, но на этой лекции прозвучала одна фраза и выяснилось, что большинство людей присутствующих, а там были старшеклассники знал, не знал. Так вот, интересно, вы знаете или нет? Так, кто был в будущем пришли, пожалуйста, сейчас помолчите, не выдавайте меня, ладно? Вопрос такой, если смотришь на луну, сколько примерно градусов она занимает на 1? луна, ну вот, я, сейчас, сейчас, я вот стою на земле, луна, это как известный шар, я могу взять и измерить величину вот этого угла, да, сколько? 360, 360, ну, это совсем ужасная точка зрения, потому что, смотрите, что такое 360 градус, это полный луна, это когда вокруг тебя, причем везде, и снизу, и сбоку, сверху, везде луна, то есть, это означает, что, извините, вас закопают, причем на луне, когда вас закопают на луне, тогда будет 360 градусов, надеюсь, что это никогда не случится, да, 30 градусов, 30 градусов, вообще-то у нас у 30 градусов уже был показан, вот, 36, да, 36 градусов, 36 градусов, да, говори, 60, 180, 180, 180, понимаешь, что это такое, 180, это, да, это сейчас, вот, вы у меня везли где-то под углом, ну, я не знаю, как его, ну, порядка 90 градусов, да, вот, если я к вам подойду, вот сейчас вы мне под углом 180 градусов, потому что и с этой стороны, и с этой стороны вы все. 80 градусов. Ребята, я, я на прошлом в кружке, когда услышал такие ответы, я сначала думал, что надо мной издеваться, то есть я сначала стал говорить, что, о, да, как можно такие глупости говорить, и только потом до меня дошла истинная причина этого, этой вашей ошибки. Значит, господа родители, это на самом деле абсолютно жуткая вещь. Это же, понимаете, это поколение детей, которые никогда не смотрели на звездное небо. Ребята, услышьте и не обижайтесь сейчас, а подумайте, что можно с этим сделать. Когда вы говорите о 2,3 градусах, я понял, откуда он берется. дело в том, что вы посмотрите, как устроена ваша жизнь. Вы в школе, дома, и в результате никогда нет возможности выйти, как в старые добрые времена, на улице, на прогулке увидеть луну. В результате, когда вы видите луну? Судя, вы видите луну. По телевизору. А теперь вопрос, почему вы думаете, что 30 градусов? Ответ. А потому, что уж если в фильме показывают, то, ну как, вот вам градусы телевизора. Да? У кого-то побольше, у кого-то побольше. Но важно, что на этом экране луна будет занимать очень немаленькое место. Вы смотрите на нее действительно ну может быть не 30, но градусов 10-то точно есть с вашего дивана, когда вы разглядываете эту самую луну. Да, говори. Я не слышу ничего. У меня задача. Я не про задачу, а на луну. Да. 15. 15. Ставки начинают понижаться. Говори. 65. Нет. 65. Да. 70. 70. 70. 20. 20. 120. Ты понимаешь, что такое 120? Это очень много. 35. 35. 20. Правильный ответ. Слышите же. Правильный ответ. То наедина градус. То наедина. Выйди на улицу. Но сейчас особо не посмотришь, потому что тучи. Дождись, когда не будет туч. Посмотри на луну. Там всего лишь половина градуса. То есть, господа, надо ходить не только на эфотические кружки. Надо еще иногда на звездное небо смотреть. Это тоже полезно. Ну и всякие книжки по астрономии, по физике тоже полезно читать. Так. Кто-то обещал мне эту задачу? Вадим. Да можно, можно указать. Давайте я жирно выделю линью, по которой режу. Я специально рисую жирно. Ничего страшного. Смотрите. Вот это первая часть. вот это вторая часть. А теперь, смотрите, как здорово. Здесь мы проводим высоту. Вот почему предыдущая группа не догадалась. Потому что надо было догадаться, провести дополнительное построение. И тогда получается, здесь у нас односторонний треугольник. Так. И к нему половинка пририсована. Правильно? Здесь тоже односторонний треугольник и половинка. Итак, 3,3. Здесь у нас с вами 4,4. Пожалуйста, все нарисуйте себе эту картинку. Начинаем работать. Кто умеет число 68 разложить в двоичной системе? Пожалуйста. Сначала надо сделать таблицу. Ну, значит, надо, я еще раз призываю, не надо говорить слово надо. Я сделаю таблицу. Я сделаю таблицу. Начинаем. Вот, заметьте, пожалуйста, да, вот так можно. Разчеркиваю, по-моему. Это надо понять, где брать, а где не брать. Да. Один это берем, но это не берем. Да. Таким образом, берем 64. Но у нас подходит. Ставим единицу. Все, секунду, секунду. И осталось и осталось 60. Нет, Тебе нужно получить число 68. Ты уже 64 взял. Осталось 4, конечно. Да. Так, нули надо писать нормально. Так, замечательно. Пишем здесь единица, потом три нуля. Ребят, это не единственный дискусс для разложения, но, по-моему, абсолютно понятно. Значит, мы разлагаем число 64, ну, единица, то есть больше, то есть больше, то есть больше. А главное, непонятно, зачем оно все так высоко. Ведь ты мог на более естественной для себя уровне, но ты знаешь, нормально. Итак, единица, три нуля, единица и два. Отлично. Это 68. Теперь... Сначала берем 18, ставим 1. Остается добрать 7. Почти 10. Ставишь? Ставишь? И берем оставшуюся. Хорошо, так вот уже рассказывали. Так, 23. Это 16 и 7. Замечательно. Пиши. Единица. Так. Замечательно. 91. Это у нас будет... Берем сначала 64. Так, кто знает, сколько будет 91 минус 64? 94. 91 минус 64, 27, 27, 27. Парам, 32, брать, ровно, 19. Да. Да. 27 минус 16. 27 минус 16. Да. Да. Потом берем 8. Да. 4, берем. И берем 1. Отлично. Спасибо. Итак, в этом единица, ноль, 1, 1, 0, 1 и 1. Так мы этот пример запишем в том виде, как вообще принято описывать примеры на сложение. Здесь незначное 1, 0, 1, 1, 1. Ребята, это может казаться очень неплохо. Я прекрасно понимаю, что многим, кто сейчас смотрит на это, кажется, что они бы это сделали быстрее и лучше. На самом деле это неправда. Это совсем не самый лучший школьник на свете. И он вам рассказывает абсолютно нормально. Так, чтобы все все помнили. Так, давайте объяснить, как происходит сложение. Так, решите. Только надо отойти, чтобы он и видно. Так, опять 1, 0, получается 1. Да. Теперь 1, 1, 1, 2, 2, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1. Вот в таблице написано. В двоичной системе цифры 2 просто нет. Поэтому пишем 0, и сюда, и сюда. Отлично. Здесь 0, 0, 0, 1, 1. Да. Здесь 0, 1, 0, 0, и сюда. И 1, 1, 2, 1. Отлично. Спасибо вам. Обратите внимание. Число, которое получилось, это как раз и есть двоичная запись числа. Какое? 91. 91. Сейчас нужно то же самое сделать для гораздо большего по длине прибытия. Учащая, меньше чем 2011, в степени двойки, это число 1024. Пиши. 2011, повыше сказать. 2011, это 1024. Ребята, это не единственный способ предоставлять число в двоичной системе. Но это один из довольно быстрых и понятных. Может быть, даже не самый быстрый, но зато понятный. Слифа 1024, это 957. Да. А зачем? Нет, у тебя все получается. Ты просто подсознательно думаешь, вот как плохо, что реалист. Доклад, молодость, это неплохо, замечательно. Я тебе сейчас очень даже завидую, что у тебя впереди много лет и замечательная, чудесная жизнь. Так что давай, начни и реши горизонтально. Ничего стыдного в том, что тебе не 100 лет, абсолютно нет. И так, значит, не забирайся вверх. 2011, это 1024 плюс, пиши покрупнее. Люди же с большого расстояния смотрят, им же почти ничего не видно. Кто продиктует 2011 минус 1024? Пиши, никаких, никаких 512. Нет, нет, нет. Давай будем уважать других. То есть не будем пытаться сразу написать ответ, а вот напишем так, да? Это 1024 плюс, а вот сейчас уже будет твоё 512, а дальше? Есть? Нет. Это 215. Это не правда. Господи, здесь есть те, кто пришли на курсоп вообще первый раз. 400. Конечно. 400. Просто ты пытаешься сделать все действия устно, они будут пытаться ничего не поймут. Ну, 375. Отлично. Да, и цифры по друге решили. Значит, равно. 1024 Так, не забирай себя Плюс 512 Берем максимальные Степени двойки Так, сколько мы можем взять? 256, ну не мельчи Вся огромная доска Огромная, у нас детская аудитория Да Сколько будет 475 Мельчи 256 Сколько? Сколько? Хорошо, хорошо Плюс 219 Равен мост Так, значит 128 Кстати, можно было в некоторый момент остановиться, переписывать это начало все время И с маленьким что бы отбираться? Ну ладно, давай 91 это что? 64 Плюс сколько? 91 это 64 плюс 20 А кстати, 27 уже действительно можно устно Если можно, сотрите И вместо 27 И вместо 27 Напишите 16 плюс 11 Пиши, пиши, пиши Только плюс перед 16 Не надо было забывать 16 плюс 11 16 плюс 11 Кстати, 11 можно сразу стереть и написать вместо него 8 Да, да 8 Ну скажи мне, пожалуйста Ну почему ты так экономишь место? Почему ты не экономишь зрение своих товарищей, а? 16 И заметьте, кстати Кто вот так экономит место, они в очках обычных Ну да? Почему? Потому что когда слишком мелко пишешь, зрение напрягается И получаете Да, да Это можно не вставить Значит, мы с вами Сумели разложить Число Сейчас мне следующее число будем разлагать А, пока что такая ситуация 2001 Значит так 1024 берем 512 берем 256 берем 128 тоже берем 64 берем 32 не берем 16 берем 8 берем 4 не берем 2 берем И 1 берем Вот Мы договорились сегодня эту палочку рисовать В знак того, что это двоичная система Система числения Так 2011 Пожалуйста, вот на этой чистой доске Ровно до тем же вы разберитесь с числом 237 Я уверен Что у вас все получится Итак, число 237 Надо суметь представить В виде суммы Степеней двойки Нет, давай Сначала Пиши нормально 128 Плюс Сколько? Правильно Так Пиши Плюс 109 Не ждем Ну, сами пишем Это моя цель Чтобы довести Это до автоматизма Ребята Пока вы просто смотрите На то, что вы делаете Толку не будем Надо самому считать Так 64 Так 109 Минус 64 Кто знает 45 Отлично Объясни Зачем тебе сейчас сумка на ремне Она тебе просто мешает Не дает сосредоточиться Так 45 Это 32 Плюс 13 Ну, ребята Здесь правда Уже Опять Можно так сказать Стереть 13 Это 8 Плюс 5 Правда? Пиши Это уже легко Это уже 8 плюс 5 Опять Что? Пиши 4 Плюс 1 Отлично Давайте выписывать ответ Что такое число 237 Записанное в двоичной системе числений Это 128 Берем Потом 64 Берем 32 Берем 16 Не берем 8 Берем 4 Берем 2 Не берем 1 Берем Вот они Все двоичные разряды Числа 237 Между прочим В компьютере Есть в калькуляторе режимы Двоичная запись Десятичная запись Шестнадцатеричная 16-тиричная Восьмеричная Поэтому Можете Просто поиграть На компьютере Там это гораздо легче Такие вычисления не нужны Просто набираешь число И нажимаешь на разные формы записи Он мгновенно вам показывает Как в разных формах Но сейчас у нас Такой возможности Поиграть нет А Сейчас Мы должны продолжать Нашу работу Написать Одно число Написать Другое И Сложить Эти числа Пользуясь Правилами Сложения Двоичной системы Поехали Пишу Пять единиц Это я переписал Вот эти пять единиц Потом Ноль Здесь ноль Дальше Одиннадцать Дальше Ноль И Три единичные Ставлю на плюс Пожалуйста Только пишите цифры Такие же четкие Большие Как я Пожалуйста Разберитесь Да Пойдем Да Очень важно Произошел Перенос Правильно? Да Это Один ноль И опять Произошел Перенос Ноль плюс один Пять Еще Ноль Перенос Один плюс один Это Один ноль Ноль плюс один Это Ноль Ноль Перенос Ноль Плюс один Это Один Плюс Один Это Один Ноль То есть Один Ноль Плюс один Нельзя с собой загораживать. От того, что ты сейчас говоришь, никому лучше не встань. Потому что ты встал так, что ровно то место, которое описляешь, загородил. Пожалуйста, отойди. Встань так, чтобы там была твоя рука, но не было бы туловища и было бы дар. Это один. Это один. Один переносный. Один переносный. Ноль переносный. Один переносный. Каким образом умножаем чисто? Да? Ну, давайте я в вашу кратку пойду и просто переношу. Рассказываю, что вы сделали сразу не вполне так, как в дистичной системе делали. Вы не заметили, что здесь оканчивается нумли. Правильно? Вот если бы я вас попросил в десятичной системе число 6800 умножить на 23. Вы согласны, что вы это писали бы на самом деле вот так? Нули бы мы не стали писать. Да? А в тетраде вы брали это число целиком. На самом деле, последние нули можно сразу никак не писать. А потом их написать. На самом деле, мы, смотрите, что можем сделать. Написать единицу, три нолика, единицу. Дальше написать вот это число. Можно было, кстати, в другом порядке было бы еще легче. Это я потом тоже покажу. Но сначала давайте предположим, что я не догадался. Единица, три нуля, единица. Это я умножил на эту единицу. Теперь надо умножать на следующую единицу. Единица, три нуля, единица. Надо умножать на следующую единицу. Единица, три нуля, единица. Дальше нужно сдвинуть на один разряд и переписать. То есть на самом деле опять написать три нуля и три нуля. И вот это все надо сложить. Давайте складывать. Один переписать. Один. Один. Здесь будет ноль. Один пишет один сколько? Два. Нет, не два. Ноль. Один ноль. То есть ноль пишем сюда, а единицы переносим. Один плюс один это ноль. Один ноль. Один переносится. Один плюс один это ноль пишем. Один переносится. Вот такой получился результат. Разумеется, я теперь должен к полученному числу те самые два нуля. Так, один один четыре нуля. Один 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 и два нуля. И... Так, держите, стойте, да? И сейчас нужно посмотреть, правильно или нет у меня получилось. Соображаю, что разряда. Разряд единиц. Разряд двое. Разряд четверок. Восьмерок. Разряд шестнадцати. Разряд где тридцать два, где шестьдесят четыре, где сто двадцать восемь. двадцать пятьдесят шесть, пятьсот двенадцать и тысяча двадцать четыре. Значит, поехали. Надо взять тысяча двадцать четыре, пятьсот двенадцать шестнадцать восемь и четыре. Так, я умею складывать шестнадцать и четыре, получается двадцать. Двадцать и восемь, получается двадцать восемь. Двадцать восемь и пятьсот двенадцать, получается... Пятьсот... Невероятно. Пятьсот сорок. Пятьсот сорок. Пятьсот сорок и тысяча двадцать четыре. 1564 Между прочим Это правильный ответ Мы его здесь посчитали 1564 У нас на доске уже Так, я обещал Показать, как умножается в другом порядке Да, пожалуйста Если бы я Вы, конечно, знаете, что от порядка Множителя ничего не зависит, да? Согласитесь, что Запись зависит То есть ответ получил тот же самый Но Форма записи, к примеру, зависит Если умножать вот так То будет, смотрите, что 1 0 1 1 1 Дальше надо сдвинуться Смотрите Если бы я умножал сюда, то бы сюда Здесь Здесь То есть на самом деле Нужно сдвинуться Вот так вот, да? Нужно сдвинуться на 4 отряда 1 1 1 0 1 Получается 1 1 1 0 1 плюс 1 0 Переносите сюда 0 переносите сюда 0 1 1 Так, проверяем 2 единицы 4 0 3 единицы 2 единицы 4 0 3 единицы Замечательно Здесь есть 0 цифра Отлично Значит, господа Сейчас у нас осталась Ужасная задача По-настоящему ужасная А именно Умножить 2011 Я это сделаю Я человек упор Умножить И вас прошу это сделать Главная проблема Которая сейчас будет Это попадать Единичку В крепче Потому что Стоит вбиться В разряд И сразу же Ответ Получится неправильно Значит На самом деле Подготовительную работу Мы с вами Легко Можем провести Подготовительная работа Состоит в том Чтобы где-нибудь Умножить 2011 На 237 Получается 77040 Здесь получается 6033 И здесь у нас 2 Не, это не 2 4 4022 Очень хорошо Я не буду комментировать Умножение Пистичной системы Потому что Считаете Что все это Наизусть знают 476 607 Вот он ответ Нужно его Сейчас получить При помощи Дворичной системы Упражнение Будет Очень тяжелое Давайте Я его здесь Сделаю В центре доски Ой Ребята Это Я 237 Стер Никто мне Не подскажет Кто не будет Да-да Смотри Смотри Три единицы Три единицы Потом Вот так Сейчас правильно Написано Да Спасибо Спасибо Что-что Нет Палочка Это я без палочки Обойдусь И так все помню Что вы Мы и так помню Своя двоечная система Мне сейчас Гораздо важнее Другое Я должен Без ошибки Написать Уношение Одного Страшного Длинного числа На другое Вот здесь Вот написаны Числа Но они Пятизначные Тоже Уже Пример Тут Внимание Давайте Посмотрим Что Будет Здесь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Одиннадцатизначное Число Умножается На Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь На Восьми Знаш Значит Ребята Я прошу Максимально Серьезно Отнестись К Потому Что Хочется Чтобы Все По Настоящему Подлик Не делается Давай Что У вас Когда Когда Что А Сейчас Узнаем Сейчас Самое интересное Будет Конечно Я же Говорю Что Там И Три Морд Умень Ти Да Там Возможно Варианты Ноль Один 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 Работает Ноль И Три Единицы Конечно Господа Мы Происходим Мы Производим Умножение Мы Производим Умножение Умножаем На Один Что У нас Будет Один 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 Вот Заметьте Кстати В чем Прелесть Этой Деятельности Умножать На самом Деле Легче Вы Когда Умножаете В Десятичной Системе То Должны Знать Таблицу Умножения Конечно Вы ее Знаете Конечно Вы потратили Некоторое Время Так вот Двоичная Система Имеет Гораздо Более Простую Таблицу Умножения И Именно По этому Департам Помните Здесь У нас Была Таблица Умножения Она Гораздо Легче Так Хорошо Значит Умножаем Чего не будет Так же Как и Десятичный Умножаем На Один Значит Пишем Один Один Нолик Две Единицы Нолик И пять Единиц Так Ребят Не Не Ждем Когда Получится На Две Все Цвет Переписываем Уже Сейчас Так Я уже Умножил Вот на Эдиницу Умножить На Следующую Единицу Это Очень Легко Это Надо Просто Переписать Со Сдвигом На Один Заметьте Это Очень Легко Реализуется В компьютере Я Умножил На Эдиницу Дальше Надо Пропустить И умножать На Следующую Единицу Это Означает Что Надо Весь Этот Пример Переписать Вот С Таким Вот Двигом Так Умножил На Эд И Еще Два Раз Как Сделать Один Один Ноль Один Один Ноль И Пять Единиц И Пять Единиц Так И Последний Раз Раз Два Два Дри 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 Один Я Взяла Не Тысячи А Миллионы То Было 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 Длиннее Все Так Знак Плюс Подводим Итог Так Работаем Один Это Что Это Один Это Что Ноль Плюс Один Один Плюс Один Плюс Один Правильно Один Плюс Один Плюс Один Это На самом Деле Тройка А Тройка Это Действительно Один И Один Кумент Поэтому Вы Пишите Вот Сюда Единицу И Единицу Переносит Сюда Один Плюс Один Плюс Один Плюс Один Один Плюс И Один Один Плюс Это Делtermin Не Есть Дело У Tyson так шесть это что это нолик и сколько у меня и 1 1 в уме совершенно верно так ну 1 1 это 3 по-человечески так 3 4 5 6 7 7 как записывается 1 и 3 в уме 3 смотрите 7 это же 1 и 2 3 и 3 подходе следующий разряд каждый следующий разряд 2 раза дорожек influencers обеих предлагает следующий разряд у насabi 3 плюс 1 палец 6 опять химии один и тройки уверенность 4 5 6 7 8 0 и 4 переводят следующие 4 5 6 7 8 9 1 и 4 переходят следующий раз 4 5 6 7 8 0 и 4 переходят следующий раз так 4 5 6 7 8 0 и 4 переходят следующий раз 4 и 4 0 и 4 переходят следующий раз 4 и 7 1 и 3 переходят следующий раз 3 и 3 это 6 0 и 3 3 плюс 2 5 это 1 и 2 2 плюс 1 это 3 то есть пишем 1 и 1 Жуть? А проверку я все равно сделаю А проверку я все равно сделаю Ребята Мне страшно интересно Дело в том что Я же не остановился Если вы думаете что я дома написал эти числа Вы ошибаетесь Эти числа я действительно по-честному написал Случайно здесь Поэтому мне очень интересно Я посчитал или не посчитал Давайте соображать Какие здесь бывают разряды Разряд единиц Двоек Четверок Восьмерок Шестнадцать А давайте я сразу же не писал Так Разряд единиц Двоек Четверок Восьмерок Тот разряд где шестнадцать Тридцать два еще берем Тридцать два еще берем Шестьдесят четыре не берем Сто двадцать восемь и двести пятьдесят шесть берем Пишу Сто двадцать восемь двести пятьдесят шесть Так Так Тридцать двенадцать не берем Тридцать два еще берем Тысяча двадцать восемь не берем 4096 не берем, 4096 умножить на 2, кто знает? 8192, согласны? Ребята, я зря взялся за это дело. 2768 надо умножить на 2, я уже просто не могу. 6, 1 и 12, 3, 5, 1, 5, 6. Так, 65536. 65536. Так, господа, осталось еще 2 раза. 65536 умножить на 2. 2, 2, 7, 0, 1. Кстати, я могу сказать следующую вещь. Ровно этим отличается человек, который будет знать против мальчиков, от человека, который ее знать не будет. Ровно тем, что очень многие сейчас, извините, вот как молодой человек, да, Сиринка, уже выключились и ждут. Вот этот человек знать ничего не будет. Потому что он на самом деле не учится, да? Я, если я ошибаюсь, то я буду пересчитывать. И я добьюсь ответа. Знаете, есть такой анекдот о том, чем отличается охота на медведя в исполнении барина от охоты в исполнении небарина. Знаете, все? Ладно, расскажу. Барин? Это богатый человек. Приезжает. У него крайне дорогое ружье. Чудесная, очень теплая, легкая, красивая одежда. Идет в лес, с огромной свитой, ищет медведя, подходит к его перлоде, ждут, не вылезет ли медведь к этой перлоде, ждут 5 минут, ждут 10 минут, ждут час, чайчик подождали, поехали там. Ну, если медведь откуда вылез, ну, значит, и впад. Вот. Что делает небарин? Берет рогатину. Что такое рогатина, все знают, да? Вот. Одевает фуфайку, стеганую, лежбой, да? Там, ватная валенка или что-нибудь там, или штаны. В общем, одевается так вот, похож на мешок. Вот, да? Какой-то, весь ватный объедет. Идет и ждет до тех пор, пока медведь не вылезет из этой самой перлоги. Или не придет, куда ему там надо. Понимаете, да, разницу? В одном случае человек едет на часик, на полчаса, посмотреть, да? В другом случае, господа, я хочу сейчас резать. В другом случае, человек считает, что обязательно надо и готов быть там столько, сколько необходимо. Так вот, я призываю вас к тому, что надо добиваться этого статуса. Итак, 262 144. Так, мне осталось написать чуть-чуть. 131 0,72 0,72 262 262 144 Поехали. 1 плюс 2 3 3 3 Плюс 4 7 Плюс 8 15 Плюс 6 21 Плюс 2 3 Плюс 8 31 Плюс 6 31 Плюс 6 7 Плюс 4 41 Плюс 6 47 47 Плюс 2 47 Плюс 4 47 Плюс 4 Пишу стройку. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Он не написал. Он не написал. И давайте у вас будет сейчас неправильно. 16 384? Да. Отлично. Давайте мы его наличим еще в сторону, в которую служим. 16 384. Да. Спасибо за это. Кстати, где у нас туда? Так, дальше считаем. 57 Сколько там было? 53? 57 53 53 53, да. Так это мы потом выбрали. Не надо прибавлять. 5 5 61 6 3 9 11 16 18 21 28 32 Вышим 2. Тройку переносит. 3 1 4 6 11 12 1 2 7 8 0 1 7 10 6 12 6 1 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 4 4 0 Я несколько раз прорывался сделать ошибку, каждый раз, к счастью, вы меня останавливали. В результате ответ совпал.